Всем привет! Меня зовут Оксана. В сегодняшнем видео я буду шить детский плед из плюшаминки. Эта ткань очень часто используется для производства детских постельных принадлежностей, а также предметов декора. Она абсолютно не вызывает аллергии у детей. В последнее время она стала очень популярна. Также эта ткань имеет различную текстуру и огромное количество цветов. Эта ткань очень быстро сохнет, не мнется, а также не вызывает никаких проблем в уходе, не садится в процессе стирки. Что касается ухода за тканью, то ее можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 40 градусов. Также можно гладить, но не горячим утюгом и через какую-нибудь ткань. Потому что если ваш плюш имеет текстуру, например, пупырышек или пузырьков, то, возможно, в процессе глажки просто эти пупырышки разгладятся и он потеряет свой первоначальный вид. Итак, что мне для этого понадобится? Плюш минки, польский хлопок у меня, нитки, сантиметр, ножницы и иголки. Я уже подготовила ткань и прогладила хлопок горячим утюгом с паром, а также срезаю кромки на ткани и на плюши минки. Так как плед я буду шить размером 1 на 80 см, то мне необходимо выкроить 2 детали. Также я добавляю на припуски по 1 см на плюши и по 2 см на хлопки. Я уже подготовила 2 детали, теперь я их складываю лицевыми сторонами вовнутрь и скалываю иголками. Так как плюшнинки растягиваются, то я буду сшивать все это специальной шагающей лапкой. Также я рекомендую сшивать плюш по направлению ворса. В какую сторону лежит ворс, в ту сторону лучше и начинать сшивать его. Обязательно оставляем 10 см и не сшиваем до конца, для того, чтобы потом вывернуть наш плед на лицевую сторону. Продолжение следует... Я уже сшила наш пледик, теперь я обрезаю уголки и выворачиваю плед на лицевую сторону. Теперь я могу зашить отверстие на швейной машине. И теперь я проложу еще одну строчку по краю нашего пледа, приблизительно где-то на ширину лапки от края. Вот такой получился у меня пледик. Его можно использовать для ребенка до 3 лет. Также его можно использовать как конверт на выписку в летнее время или коврик для игр. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока!